Семь дни с радио Европа Лидера 9 мая это праздник, который заставляет нас задуматься о том, что все же сделала с нами история. Как получается, что когда-то светлый для многих людей праздник сейчас превратился в геополитическую религию, которая продвигается Москвой. Так называемый русский мир. Что он сейчас для нас означает? Поговорим об этом с человеком, который последние 11 лет живет в Грузии. Публицист, писатель, в прошлом журналист Олег Панфилов. Сегодня специальный гость нашей студии. Итак, сегодня на Европа Лидера у нас специальный гость Олег Панфилов. Публицист, журналист, писатель. Создатель огромного количества неправительственных организаций в области журналистики. Эксперт ОБСЕ. В прошлом глава центра конфликта по экстремальной журналистике. Я на самом деле могу полупрограммы заниматься исключительно тем, что буду представлять вас или тебя, Олег. Я не знаю, как нам это говорится. Мы знаем друг друга очень много лет. Да, поэтому лучше на ты. На ты. Мы же почти родственники. Я надеюсь, что слушатели и наши зрители простят нас за это. Просто мы друзья уже много-много лет. Олег, ты в гостях в Кишиневе в рамках проекта радио «Еuropa Liber» «Антиностальгия». Сегодня так совпало, что мы записываем эту программу 9 мая. Ты пока шел от отеля до радиостанции, уже заметил, что у нас маршируют люди на разные мероприятия. Я сейчас говорю не про тех людей, которые искренне идут возлагать цветы на умерял. Я говорю про людей, которые связаны автобусами, маршрутками, со списками. Я все это видела. Я тоже шла пешком на радиостанцию, я все это видела. Для нас это, в принципе, ситуация нормальная. Не нормальная в смысле нормальности, а обычная. Ты этот день, 9 мая, как для себя ощущаешь, как в прошлом продукт все-таки советского общества? Мы оба с тобой продукты. Мы родились в стране, как это называется. Я совсем не хочу быть продуктом. Я сегодня заметил буквально 150-200 метров от отеля, когда я шел сюда. Во-первых, какое-то количество людей с этими полосатыми ленточками. Во-вторых, меня чуть не задавил лихач. Он резко повернул, не обращая на меня внимания. Из салона звучал марш этот день Победы. Там опять на антенне была ленточка. И, честно говоря, мне по большому счету все равно, кто они. Они обычные люди советского происхождения. Для меня это люди, выросшие в тотальной пропаганде, в условиях тотальной пропаганды. И поэтому они могли бы точно так же совершенно спокойно праздновать день захвата Карелии или освобождения Карелии. Любое другое освобождение, любую другую войну. Ну вот захотелось Путину, потому что Путин восстановил этот день Победы. День Победы не праздновался никогда таким образом. При Брежневе, когда установили этот день праздничным, а при Сталине его не праздновали. При Брежневе отмечали только круглые юбилеи, десятилетия. А Путин это сделал уже постоянным праздником. Почему Путин сделал это постоянным праздником, мы обязательно поговорим. Я именно об этом хочу поговорить сегодня. Но для тех, кто не знает о тебе, надо рассказать. Ты родился в Таджикистане. Сколько лет ты прожил в Таджикистане? Ну, я до сих пор являюсь гражданином Таджикистана. Ну, физически сколько лет ты все-таки... Меня выгнали оттуда, когда мне было 36. 36. Ты переехал в Москву. Ну, вначале я уехал в Бишкек, потом в Москву, потом я пять лет жил в Иране, в Пакистане, в Афганистане. В Швеции выпускал журнал. Ну, в общем, так помотался. А в России сколько ты прожил? Ну, формально все это время, когда я там оказался и когда я, наконец, собрал чемодан и уехал в Грузию, это было 18 лет. 18 лет. И последние 11 или 12 лет ты живешь в Грузии. В Грузии живу ровно 10. 10 лет. Ты являешься гражданином Грузии. Ну, 11 лет назад, после войны 2008 года, я получил гражданство за особые заслуги перед Грузией. Потому что во время войны так случилось, что я оказался в Тбилиси и работал в Совете национальной безопасности. Был волонтером, потому что я не был сотрудником, потому что я не был гражданином Грузии. Но все дни войны, не только пять дней, но и до конца августа я работал в Совете национальной безопасности. Я вот этот короткий биографический экскурс хотела сделать, чтобы люди понимали, те, кто не очень хорошо тебя знает здесь, в Молдове, чтобы они понимали, что ты знаешь, о чем ты говоришь. Ты пошел и увидел. Я должен сказать самое главное, что я никогда не был гражданином России. Хотя прожил там 18 лет. Да, и 18 лет, и вроде бы как этнически русский, хотя я всегда смеюсь над тем, что вообще-то мои предки, наверное, были греками, потому что греческая фамилия. Но это другой разговор, потому что такая искусственная нация, как русские, которые почему-то прилагательные, а не существительные, это собрано из разных народов. А ты себя кем сам ощущаешь все-таки? Просто человеком. Просто человек? Я... Но какой-то... Просто человек в твоем понимании носит какую-то национальную нагрузку? Или для тебя это не имеет никакого значения? Я думаю, что, скорее всего, таджик, потому что я вырос в таджикской культуре, и до 7 лет я хуже говорил по-русски, чем по-таджикски, или по-персидски, как правильнее. Сейчас я язык уже забываю довольно быстро, но я до сих пор ощущаю себя таджиком, и поэтому мне было непонятно жить в России, непонятно было понимать русских. Поэтому, когда мне было тяжело, я шел на базар, на рынок и встречался с земляками, чтобы просто посидеть и болтать. И поэтому мне, наверное, легко жить в Грузии по разным причинам. Во-первых, потому что это не Россия. Во-вторых, Грузия, наверное, единственная постсоветская страна, ну, после моноэтнической Армении, в которой нет русского мира. У нас нет вот этих вот полосатых ленточек. А ты почувствовал сразу, что у нас русский мир есть? Ну, конечно. Ну, во-первых, я почувствовал потому, что в Кишиневе большое количество выездок на русском языке. В Грузии этого нет. Ну, в общем, вот так я после войны 2008 года вернулся в Москву. Сразу же ощутил на себе все прелести русского мира, потому что я моментально стал врагом, предателем и так далее. Когда люди узнавали, что я воевал на той стороне. Ну, я удивлялся, потому что я кого мог предать? Я гражданин Таджикистана. Вот. Так что... Ну, тогда все, кто поддерживал грузинов, все были врагами. А? Тогда все, кто поддерживал грузинов, все были врагами. Ну, да. Возвращаясь к антиностальгии, к этой теме, ты вообще считаешь, что 9 мая и такие праздники нужно запретить, предать анафеме? Или все-таки есть люди? Я могу сказать, что лично я, для меня 9 мая это все-таки праздник, который меня мама так научила, надо вспоминать тех падших, которые нам подарили мир. Я знаю всю историю, я знаю, чем этот мир потом обернулся для нас, я знаю. Для меня это Вторая мировая война, для меня это не Великая Отечественная. Я против названия Великой Отечественной войны. Я за Вторую мировую, и для меня она закончилась все-таки 8 мая. Вчера день, в который празднуется День Европы. Но что все же делать в странах, в которых существует русский мир? У нас он существует, ты его сегодня увидел. Что делать? Есть люди, которые искренне празднуют этот праздник, и их бесят, я знаю таких, и их бесят, как некоторые партии превратили это в такую геополитическую религию, эксплуатируемую Россией, современным государством. Другие, наоборот, радуются, с удовольствием вешают георгиевские ленточки, не вникая в суть того, откуда вообще все это пошло. Третьи, мне кажется, по большому счету, все равно лишь бы попраздновать. И есть те, которые радикально против всех тех, кто празднует, считают, что это предатели Родины. То есть это постоянно остается неким яблоком раздора в нашей стране. Каждый год, каждый год в этот день я наблюдаю противостояние тех, кто за и тех, кто против. Для тебя, что этот день означает и как разделить то искреннее, настоящее, и то, что превратили политики в геополитическую религию? Во-первых, я историк. И большая часть моих книг посвящены разным аспектам истории. Последние книги, которые переведены на несколько языков в разных странах, очень надеюсь, что, может быть, выйдет на румынском, называется, это двухтомник, называется «Антисоветские истории» и «Антироссийские истории». И поэтому для меня любое событие – это факт в истории. Был он или не был. Если был, то каким образом его создали. Если не был, то там и нечего праздновать. Так что 9 мая – это абсолютно искусственный день, потому что акт о капитуляции был подписан 8 мая. Во-вторых, Вторая мировая война началась в сентябре 1939 года. А почему ее назвали Великой Отечественной войной в Советском Союзе? Ну, потому что было стыдно за то, что Сталин и Гитлер были союзниками. До 40 лет. Они делили Польшу, они друг с другом торговали. В Советском Союзе готовили немецких танкистов. Советский Союз поставлял в Германию металл и зерно. И буквально до последнего дня, до начала Великой Отечественной войны. Наконец, Вторая мировая война закончилась не 8 мая актом о капитуляции, а подписанием капитуляции в Японию. Так что историки, которые знают факты, они не понимают, почему происходит идеологическая манипуляция. Ты же понимаешь, вас, историков, которые знают исторические факты, вас меньшинство. А большинство людей как раз таки живут вот этими идеологиями. 9 мая, День Победы. Но они живут пропагандой. Вот скажи, ты сам начал рассказывать, что 9 мая никогда так не праздновалась, как при Путине. На твой взгляд, почему при Путине 9 мая начало так праздноваться? И в каких целях? Потому что Путин пытается восстановить советскую пропаганду. Точнее, советскую пропаганду он восстановил еще в первые годы своего правления. А во-вторых, он пытается создать некое пространство, которое бы ему напоминало о Советской империи. Он почти сразу, как только пришел в Кремль, стал говорить о том, что приоритет его внешней политики – это восстановление отношения с постсоветскими странами. Он имперец, или, точнее, его окружение имперцы. Вообще, я думаю, что Путин – это не самостоятельная фигура вообще. Это некая группа людей, в основном военные, чекисты, которые мечтали при Ельцине 9 лет, мечтали о том, что вот, наконец, появится какой-то человек. Вот, и они возьмут реванш, и они восстановят что-то вроде Советского Союза. Для того, чтобы создать новую идеологию, нужно было что-то придумать. Это то же самое, что было при большевиках после 1917 года. Ведь нельзя забывать о том, что первый декрет, который подписал Ленин – это был декрет о печати, который устанавливал цензуру и пропаганду. И вот тогда большевики начали врать. Врать много, придумывать светлое будущее, придумывать коммунизм, при котором можно будет делать все, что угодно, и каждому по потребности, от каждого по способности. Кто не работает, тот не ест всякую фигню. И Советский Союз держался за счет пропаганды. Ну, конечно, потому что тех, кто помнит исторические факты, становится все меньше и меньше, потому что их сажают, убивают, выдавливают, из страны высылают. Те, которые остаются, начинают бояться об этом говорить. Поэтому постепенно все это забывают, все люди начинают верить. Люди начинают верить. А Путин начал восстанавливать то же самое. На твой взгляд, у него это получилось в некоторой степени? Я сейчас не говорю про физическое воссоздание Советского Союза. Я говорю про идеологическое, так называемый русский мир. Идеологическое пока еще существует, потому что они создают идеологию русского мира. То есть, вот некое географическое пространство, на котором люди должны говорить по-русски. А русский мир – это пропаганда. Это не березки, балалайки, матрешки. Это пропаганда. Вот это у Путина как-то более-менее получилось. Особенно после того, как он стал восстанавливать традиции советской пропаганды в 2001-2002 годах. Когда стал закрывать независимые телеканалы, когда стали исчезать независимые газеты. А ты, кстати, тогда находился в Москве, когда закрывали НТВ? Да, конечно. И не только НТВ, а НТВ-6 разогнали всех. НТВ просто был последним каналом. Я тогда написал даже книжку «Путин и медиа», которая вышла в Лондоне в фонде Тони Блейра. И после которой у меня там начались всякие проблемы, потому что эта книжка как раз была о том, как Путин восстанавливал традиции. Тебе уже было понятно, что все идет к реваншизму? Потому что 2001 год – это все-таки только год. Мне было понятно, что 31 декабря 1999 года я был в Варшаве у своих друзей, и вдруг по телевизору стали показывать эти кадры, как Ельцин заводит Путина. И у меня тогда появилось состояние плохого предчувствия. Потому что Путин – такой серый чекист, который очень напоминает одного чекиста, который курировал меня, когда я работал в Академии наук Таджикистана, в Институте истории. Они все очень похожи друг на друга, у них совершенно похожие лица. И я увидел этого самого. Прости, что перебываю, я просто вспомнила, когда я работала в НТВ в Москве, мы проводили расследование. У меня в Питере, я даже ездила в Питер тогда, по поводу прошлого Путина, его петербургской биографии. И мне сразу два источника сказали, что его в университете называли мышью, потому что он был абсолютно незаметен. Серость. У него кличка была «Мышь». Самую лучшую кличку придумали ребята из НТВ. Вот когда он разваливал НТВ, это было очень трудно переводить иностранцам, потому что трудно объяснить, что такое обмылок. То есть ты понимал сразу, к чему все это ведет? Хорошо, ты говоришь, что русский мир — это пропаганда. Я по-другому задам тебе вопрос. Вот я, допустим, являюсь гражданкой Республики Молдова. У меня только молдавское гражданство, у меня нет гражданства никакой другой страны. Я выросла в семье русскоязычной, хотя оба родителя у меня молдаване по происхождению. Они молдаване. У нас нет русских по национальности в нашей семье, вот среди родственников. Есть кто-то там, не по прямой линии, украинец. Все. Молдаване все. Я в семье с детства говорила на русском языке. Так получилось. Я была в этом смысле продуктом, в плохом смысле слова, советского общества. Мама рада развелась. Она отдала и меня, и брата в русскую школу, потому что тогда это был, наверное, единственный социальный лифт, который позволял тебе как-то потом по жизни продвинуться. Так она решила, что так будет лучше для нее, для женщины, которая сама воспитывает детей. Поэтому потом последовала русская школа, лицей. Поступила в МГУ в Москве. Там, кстати, в МГУ в Москве. Здесь я себя гораздо больше ощущала, пока жила здесь до Москвы. Молдаване. Все-таки частью русского пространства. Для меня Пушкин, Есенин, Набоков, Бродский — это мои писатели. Я хуже знала русскую литературу. Так что ты мне рассказываешь о своих терзаниях. Нет, сейчас я тебе расскажу. Почему я просто подвожу тебя к тому, какой вопрос хочу задать. Поехав в Москву, я вдруг поняла, что тот факт, что я говорю на одном языке... Что ты этого не хочешь. Нет, тот факт, что я говорю на одном языке с ними, совсем не делает меня такой же. То есть я, как молдаванка, самоопределилась в Москве. То есть мне надо было поступить в МГУ Ломоносова, поучиться там 5 лет и пройти через довольно большое количество таких моментов, которые меня просто подтолкнули к самоидентификации. Когда у нас начались споры, в группе была я молдаванка, кто-то из Украины, кто-то из Армении, а в основном все граждане России. Когда начиналась история про то, что мы вам дали все, и космос, и Гагарина, а вы до нас были обезьянами, которые бананы ели. Вот в те моменты вдруг во мне что-то просыпалось. И я тогда, я должна была... И, кстати, это было классически вообще и для очень многих представителей нашей интеллигенции, которые... Актеры, режиссеры, сценаристы, которые в 80-е годы ездили учиться в Москву, во ВГИК или в ГИДИС. Они оттуда приезжали румынами. То есть им надо было поехать в Москву, чтобы ощутить себя румынами, даже не молдаванами. К чему я веду? К тому, что я там, слава богу, я себя определила. К тому, что я стал грузином. Слава богу, я сама определилась. Мне не нравится, когда мне кто-то что-то навязывает. Для меня было важно самой пройти через вот эти внутренние конфликты, чтобы понять, кто я такая. Я вернулась, я выучила румынский язык. Я горжусь тем, что я свободно говорю и на румынском, и на русском. Я мечтала бы и китайский выучить, но не получается. Но что мне не нравится? Мне не нравится, что тот язык, который меня, к примеру, делает гораздо более свободный на этом постсоветском пространстве. Я сейчас не говорю про историю. Иногда заставляет все это не любить. То есть вместо того, чтобы русский мир был просто про русский язык, культуру и про некое пространство свободы безграничной, когда ты встречаешься в Америке с выходцем из Грузии или из Армении, даже не с россиянином, и говоришь с ним там на русском языке, потому что тебе легче. Почему не про это русский мир, а русский мир обязательно про Путина, про танки, про зеленые человечки, про Грузию, Приднестровье, про все вот эти замороженные конфликты. Почему русский мир про военщину, когда на самом деле он может быть просто про культуру? Нет, а какая культура? Итальянская опера, французский балет, итальянский Кремль, голландский Петербург. Ну хорошо, ты хочешь сказать, что русской культуры вообще нет? А понимаешь ли, в чем дело, Наташа? Ну, во-первых, этноним русский прилагательный. Во-вторых, как нация, которая называет себя русскими, она появилась-то всего лет 300 назад, так же, как и русский язык, современный русский язык. Попробуй открыть в интернете, найти текст слова «Полку Игореве», ты ничего там не поймешь. Да, читали. Хотя он считается памятником русской литературы. И поэтому тут, скорее всего, русский мир, нужно о нем говорить как о неком сообществе людей, которые объединены часто насильно в некую этнокриминальную группировку, которую называют русские. Вот в одной из книг у меня несколько шуток я придумал специально для того, чтобы объяснить людям, как это происходило. Ну, вот представь, в XVI век русская конница скачет, захватывается Урал, придуралья, а по дороге идет старик, хромает. Его спрашивают, старик, ты кто? Он говорит, я татарин, меня зовут Аксак, хромоногий. А ему в ответ говорят, нет, старик, ты теперь русский, и твой прапраправ, но будет великий русский писатель Аксаков. Проверить этничность русских очень просто, потому что фамилии. Но я не про этничность, кстати, Олег. Мне кажется, это все одно... Знаешь, это свободный выбор каждого. Он решает для себя, понятно, что он может быть согласен, не согласен. Есть сейчас про... Когда я говорила, спрашивал тебя, а может ли русский мир, в кавычках, стать другим, нормальным? То есть пространством людей, которые кроме своих собственных национальных кодов обладают еще общим кодом, просто знание русского языка? Нет, история. Если нет истории, если нет истории, которая содержит традиции, то и ничего не получится. Чем отличается Грузия от России? Тем, что Грузия – государство с трехтысячелетней историей. И за эти три тысячи лет, чуть меньше, было 280 царей. И была создана великая культура. Был создан один из древнейших языков. И каждый грузин знает своих предков до 8-9 колена. Русские этого не знают, потому что трудно понять, как они вообще появились. Как объединялись разные маленькие народы. Хотя, могу тебе сказать, что я училась в МГУ, я знала очень много татаров, бурятов, ингушей. Вот они как раз-таки свою историю знают. Прекрасно. Конечно. Не русскую, а ингушскую. Не русскую, а ингушскую. Потому что их захватывали. Они все-все знают. А русские не знают, например, современные русские не знают о том, как в XVIII веке шла 150 лет русско-чукотская война. И маленький народ чукчи сопротивляли 150 лет захвату. Шла русско-бурятская война, русско-хакасская война. Практически не было ни одного народа в Сибири, на Дальнем Востоке, который бы не сопротивлялся русской оккупации. Но, Олег, я понимаю, а если говорить про будущее, ты вообще видишь, не знаю, в неком обозримом будущем, я не знаю, когда случится это будущее после Путина, но рано или поздно оно уже случится, ты вообще веришь в современную Россию, которая будет абсолютно дружественной страной по отношению к бывшим советским республикам? Пока она не развалится. Ты думаешь? Конечно. А нет смысла. Наташ, что может объединять в одной стране чукчу и чеченцы? Только русский язык. А это и есть русский мир. Это единая пропаганда. Огромное количество народов. Смотри, тебе точно так же могут сказать, что может объединить мексиканца, американца, итальянца, русского в Соединенных Штатах Америки. Объясняю. Их же объединяет английский язык и гражданство Соединенных Штатов Америки. Их объединяет свобода. А россиян объединяет несвобода. Это разные вещи. Так мы можем сойти очень далеко. Нет, это очень простое объяснение. Кто-то попросит... Понятно, у нас идея объединения с Румынией, она всегда была, она остается. Часть общества ее разделяет. Но есть те, которые говорят, давайте тогда уже Украину заберем, кусок нашей Молдовы, и Румыния кусок нашей Молдовы, потому что она возникла раньше. Вот мы живем так, как живем. К счастью или к сожалению, мы это изменить сейчас уже не можем. Вот границы, они выглядят так, как они выглядят. Я не знаю, что должно произойти, чтобы Россия распалась. Просто об этом я помню, и в 2000-е говорили. И вот сейчас уже скоро в 2020-е войдем. Об этом продолжают говорить. Но ты веришь вообще в какую-то нормальную, нормальную историю в неком обозримом будущем, которая могла бы объединять нас просто тем, что мы, кроме всего прочего, кроме того, что в каждой из наших стран хорошо знают английский, французский, просто знаем русский язык, чуть-чуть лучше друг друга понимаем, но каждый живет своей... Вот каждый живет по какой-то своей траектории. И при этом Россия для нас перестает быть... Я говорю про тех, кто воспринимает Россию врагом, перестает быть врагом, а становится просто пространственным таким этнокультурологическим, который не пугает. Наташа, это не нужно придумывать, потому что в моей стране, в Грузии, нет русской пропаганды. В первый же день войны 2008 года мы отключили российский телеканал. Не все. Охота и рыбалка можно смотреть. И народ стал чище, здоровее. И, в общем-то, никакого влияния особого со стороны российской пропаганды на Грузию не... Ну так вот. Но сколько русских туристов, российских туристов приезжает? Огромное количество. Они влюблены в Грузию. Они стали... Ну, не все, но... Я знаю многих. Я знаю многих. Вот мои друзья-журналисты. Ты их всех знаешь. Они обожают Грузию. Наверное, это самая любимая постсоветская страна, в которую любят ездить... Ну, я бы очень хотел, как историк и как гражданин Грузии, чтобы они приезжали и интересовались историей и культурой. Они в основном интересуются ресторанами и вином. Ты не можешь здесь осуждать людей. Это туристы. Во всем мире туристы в первую очередь этим интересуются. Ну, так оно получилось. Я про что? Про то, что... Ведь не обязательно же те, кто когда-то в прошлом был нашим... Я просто знаю многих граждан Российской Федерации, которые жутко переживали во время русско-грузинской войны. Они сразу же назвали это российской агрессией. Я знаю многих граждан России, которые не то, что жутко переживали, они пострадали лично в результате войны в Украине. Потому что в их семьях произошел раскол. Когда началась вот эта вот стычка внутри семьи Крым наш, Крым не наш, я знаю людей, которые до сих пор не общаются со своими родственниками. Просто потому, что они не понимают, как можно нормально относиться к захвату. Я бы по астерекции говорить много, потому что во время войны я начинал писать книгу, собирать. А потом она вышла на русском, недавно она вышла на грузинском языке. Книга русско-грузинская информационная война. И в ней есть глава с собранными результатами социологических исследований в России. И по ним очень четко видно, что да, до войны было какое-то отношение к Грузии. Ах, мимино! Ах, вино! Ах, пляжи мандарины! А во время войны пропаганда сделала свое дело. И под 80 с лишним процентов россиян тут же возненавидели Грузию. В Грузии мы увидели врага. Как можно возненавидеть Грузию только благодаря пропаганде? Потому что пропаганда, к сожалению, работает. К сожалению, она эффективна. Но ты считаешь возможным когда-нибудь... Я понимаю, что я сейчас брежу. Но когда-нибудь... Когда-нибудь... Хотя я не вижу, что это может произойти в ближайшее время. В России к власти придут нормальные, адекватные люди. И попросят прощения у Грузии, у каждой постсоветской страны. Наташа, я должен сказать... Ты не веришь в этом. Я должен сказать очень печальную вещь. Практически все русские либералы нынешние, покойные Немцов, Явлинский, ну, практически... Их мало, но практически все во время войны 2008 года были на стороне Путина. И Немцов тоже. И поэтому верить... Хотя потом он чуть-чуть изменил свою... Ну, потом все, они все изменили. Потом все они изменили. Потом они все стали делать вещь, что? Но первое... Я не виновата, я вам сам пришла. А Навальный, что написал эти грузинские фашисты, там, и так далее. Но... Поэтому я не верю. Я не верю в то, что в стране, которая была создана насилием, оккупациями, войнами, может появиться что-то, что бы было очень близко к демократии или к нашему восприятию. Хорошо. Тогда, как с историком, говорю с тобой. Я задаю вопрос. Я не историк. Я гражданин, который выступает всегда за дипломатию. Я верю вообще в силу дипломатии. Я верю в силу переговоров. Я верю в силу... Безусловно, у каждой страны должны быть свои жесткие принципы. Не надо идти на недопустимые уступки с точки зрения интересов страны. И так далее. Тут не должно быть большого товарища, маленького товарища. Мне вообще это не нравится. Мы все, вот если садимся за стол переговоров, мы абсолютно одинаковые партнеры. Размер не имеет значения в данной ситуации. Но есть история постколониальных стран, где колонизаторами были другие страны, не Россия, Великобритания, Испания. Я говорила с людьми из некоторых бывших колоний. Колонизаторы. Я жил в такой колонии в Пакистане? В Пакистане? Попросили прощения. Сумели перебороть вот этот вот такой постимперский. Потому что для них, я думаю, это точно так же было болезненно. Вообще любая империя, когда... Но не только колонизаторы попросили прощения. Я знаю отношения пакистанцев, с которыми я жил. В Пакистане до сих пор судебная система британская. Я о чем говорю? До сих пор газеты выходят в лучших традициях британской школы. Абсолютно. То есть они сумели сохранить то хорошее, разойтись грамотно. Хотя это не очень легко было вначале. Я думаю, что это не случилось вот так вот просто по щелчку пальца. Все разошлись. Это ведь тяжело было. Это было тяжело и с одной, и с другой стороны. Но сумели попросить... Знаешь, вот это коллективное признание своей вины перед тем или иным государством, перед бывшей колонией, это очень важная вещь. Я думаю, что, допустим, здесь, в Молдове... Ты надеешься, что Путин когда-нибудь... Ты веришь в это, что когда-нибудь это с Россией может произойти? Нет. Они попросят прощения? Нет. И скажут, ребят, мы действительно были неправы. Не верю. Не веришь? Не верю. Потому что я вижу... Я живу в Тбилиси, в старом городе. И каждый день сталкиваюсь с туристами, в том числе и русскими. Нет, я с ними не разговариваю, я просто слышу, что они говорят. Они приезжают в Грузию, они приезжают в Тбилиси. Древний красивый город. Ой, куда нас привезли какие-то развалины. Это же ужас какой-то. Наш Бурманск во много раз лучше. Вот и все. Но ведь большинство же из них смотрит российское телевидение. Меньшенство сидит в Ютьюбе. Нет, а зачем тогда меня спрашивают, верю я или нет? Конечно, верю. А я когда говорю об этом, я имею в виду изменение такого практически, знаешь, масштаба смещения тектонических плит, когда вдруг не станет пропаганда, когда телевидение освободится. Вдруг она не станет. Поменяется власть, не станет пропагандой, СМИ станут свободными, права человека начнут соблюдаться, судебная система станет независимой. Ты же отвечаешь на мой ответ. Повторяешь мой ответ. Когда будут соблюдаться демократические нормы, когда будут соблюдаться права человека, тогда все 190 захваченных народов за последние 400 лет скажут, у нас есть своя культура, у нас есть своя история, своя земля. И начнут отпочковываться, и от России останется Московская область. Тогда верю. Я этого жду. Я поняла. Давай немножко поговорим о Грузии, потому что ты последние 10 лет живешь там, 11 лет у тебя уже гражданство. Грузия за это время прошла через разные этапы. Миша Саакашвили, так называемый Dream Team. Ты знаешь, что я его хорошо знаю, я очень близко дружила, хорошо знала Каху Бендукица, человека, который был автором так называемого экономического чуда при Миши. У них получилось. Несмотря ни на что, у них получилось. Потом что-то пошло не так, и к власти пришел олигарх Иванишвили. Как он связан с русскими, много рассказывалось, несмотря на его французское гражданство. Французское гражданство у него появилось после того, как он вернулся в Грузию. А, ну все равно просто с францем он был связан. То есть про его связи с Россией было всем все известно. И ведь пришел Иванишвили, который в некотором смысле устроил такой, ну это, конечно, не реванш такого исторического масштаба, но реванш. Как так получилось? Означает ли это, что, в принципе, недостаточно одной прививки в виде прихода демократических сил, реформ? Потому что сейчас Армения проходит через это. Означает ли это, что через 8 лет в Армению может прийти абсолютно оторванный на голову олигарх власти снова? И все гайки закрутить? Давай рассуждать немножко иначе. Я понимаю, что ты как журналист манипулируешь информацией. Я не манипулирую. Какой-то ужас пришел русский олигарх. Для меня, живущего в Грузии, самое главное это то, что сохраняется та система, которую создал Саакашвили. Работают дома юстиции, наш бренд, придуманный грузинами. Но при этом начались политические процессы. пересажали всех. Ну, многих. Не всех, но несколько человек. Многих, кто был так или иначе связан с Акашвили. Несколько человек. Это политический процесс? Конечно. Конечно. Работает полиция. И, в принципе, есть только какие-то бытовые вещи, которые раздражают, потому что перестали ремонтировать дороги. Во власти на разных уровнях появились какие-то странные люди, которые очень плохо знают вообще, что они там должны делать. Парламент, который спит натурально в зале заседаний. Но с другой стороны, я думаю, что это с глобальной точки зрения, это, наверное, правильно. Потому что, когда 9 лет у власти находится одна партия, она потихоньку превращается в КПСС. И у единого национального движения были такие предпосылки. Поэтому должна к власти прийти другая политическая сила. А поскольку в Грузии 200 с лишним политических партий, но из них работает всего несколько, то политической жизни почти нет. И поэтому в ответ на единое национальное движение за 11 месяцев до выборов была создана вот эта партия «Грузинская мечта». Очень странная, с очень странным названием, с очень странной эмблемой воровских звезд. Очень странным человеком по фамилии Ванишвили, чей капитал мы на самом деле абсолютно не знаем, потому что он в декларации не указывает, что у него есть там якобы 7,5 миллиардов долларов. Хотя мы знаем его биографию российской жизни. Кем он был, и как он был связан с ФСБ, и как он финансировал предвыборную кампанию генерала Лебедя в Красноярске, и многое-многое-многое другое. А сейчас происходит, на мой взгляд, процесс выздоровления грузинского общества. В каком смысле? Ну, потому что, конечно, часть общества была против Миши, Саакашвили, потому что эта часть общества была из коррумпированной среды. Это бывшие менты, это бывшие государственные чиновники, которые жили на взятках. И когда начались реформы в 2004 году, их же многих уволили. Они тут же превратились в оппозицию. И они все это время боролись против Саакашвили, и теперь они у власти. Люди, которые пришли к власти с чувством месте... Фактически, ты меня обвинил в манипуляции, меня это сильно задело. То есть, фактически, ты подтверждаешь, что приходе в Анишвили, это стало неким откатом назад? Ну, конечно. Да, но откатом назад не получилось совсем так, потому что работает система. Ну да, госинституты не разрушили. Значит, мы за это время, за 7 лет, пока у власти пророссийские и в Анишвили, мы еще ближе стали к НАТО. У нас улучшились и развиваются отношения с Евросоюзом. В Грузии создан учебный центр НАТО, это практически база НАТО. В Грузии каждый год проводятся крупнейшие натовские учения, а в этом году, в марте, уже были командные учения под командованием грузинской армии. То есть, НАТО отрабатывало даже такой вариант. То есть, вы уже недалеко от того, чтобы вступить в НАТО? Я думаю, что это будет скоро. Но, закругляясь, поскольку я спросил тебя и про Грузию, и про Армению, означает ли это, что... Вот есть какая-то, не знаю, там, волшебная формула, как обезопасить страны, у которых получилось в свое время как-то оторваться из русского мира в плохом смысле слова. Когда я говорю в плохом смысле слова, я имею в виду как раз-таки коррупцию, эту бешеную вертикаль и так далее. Не будем тратить время, все понятно. Вот есть ли какой-то гарантия того, что потом не наступит откат обратно? Как демократическим силам реальным в этом пространстве приходить к власти так, чтобы потом тебя не сносили? Наташ, ты же очень хорошо знаешь Грузию. Знаю. Ты знаешь, какое у нас очень сильное гражданское общество. Знаю, знаю. В Грузии нет ни одного дня, чтобы не проходили какие-то акции. Протесты. Митинги, протесты, демонстрации, потому что у нас запрещено запрещать. И я должен ответить еще на как бы главный посыл нашего разговора. В Грузии нет пропаганды, потому что Конституции Грузии запрещены государственные медиа. У нас их нет. И поэтому в Грузии есть все условия для того, чтобы прошел этот период, наступил следующий период. Но то, что Грузия никогда больше не вернется в русский мир, это совершенно точно. А все остальное – это политика. А для Молдовы какой совет дашь в качестве? Я думаю, что у Молдовы появился очень хороший шанс. Если с Украины будет все хорошо, то между русским миром и Молдовой будет буферная зона. Хорошая, я надеюсь. Я думаю, что за следующего олигарха возьмутся здесь. Надеюсь. Все-все поняли. Все-все поняли. И поэтому у Молдовы появился стержень. Мне очень нравится, что молодежь на улицах говорит на румынском. Мне очень нравится, что румынский, наконец, и культура, и история, и традиция, они сейчас возрождены. И мне это очень нравится. Я бывал в Молдове и 15, и 20 лет назад. Тогда это вообще была чуть ли не часть России. А сейчас это совершенно... Нет, просто говорили больше на русском языке. Больше на русском, но это и есть. Все уезжают из страны, в том числе русскоязычные. Просто они первыми уехали, поэтому их стало меньше. Не были мы тогда частью России. Конечно, наверное, нет смысла говорить о будущем воссоединении Румынии и Молдовы. С этим большинство не согласно. Дело не в этом. А дело в том, что Молдова уже часть Европы, безвизовый въезд. А во-вторых, когда Молдова вступит в Евросоюз, тогда уже и смысла говорить нет, потому что не существует границ. И поэтому мне очень больна для меня эта тема, потому что то же самое случилось с моей родиной. Ведь таджикский язык – это персидский язык, только большевики его кирилизировали, сделали из него кириллицу, и превратился он в таджикский язык. А это то же самое, единый персидский мир – Иран, Афганистан и Таджикистан. Вот то же самое случилось и с Молдовой. Что я могу сказать? Мадлоб Батоно Сандро. Потому что у тебя после крещения в Грузии… Это не крещение. Я крещен был давно. Это было посвящение в грузинскую православную церковь. Ты взял себе имя Сандро. Это мне священник. Священник, да. Мадлоб Батоно Сандро. Спасибо тебе большое. Это был Олег Панфилов. И мы увидимся с вами ровно через месяц на «Волнах» Радио Европа Вибра. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok